Огонь 29-й! Всемирно-зимний универсиадный в городе Барнауле! Зашон! Вот так Туринец гостит на Алтайской земле. Это финальная точка маршрута площадь Сахарова. До этого жаркий итальянец, а именно в этой стране стартовала эстафета, проследовал по центральному проспекту Барнаула, заблудился лишь раз на финишной прямой. Все, я с ним, а? Все, вы забыли. Перед этим ни одного сбоя. Ровно за час марафона огонь успели поддержать 25 человек. Символ Красноярской универсиады выпустили на мороз прямо в самом центре Новой набережной. Сюда его привезли из не менее теплого Иркутска. 29-й! Всемирно-зимний универсиадный 2019! Девчонка, успех! 25 жарких поцелуев! Именно так называется передача огня от одного факела к другому. Это считается самым красочным элементом всего шоу. Смотрите, смотрите, это же так романтично. Несмотря на такой холод, несмотря на то, что я правда уже подмерзла, это правда здорово. Сейчас мне вообще не холодно. Виналю, пламя! Кортеж, несколько машин сопровождения и охрана. На случай, если огонь в сижу потухнет, есть запасной. Исключили организаторы и другие возможные ЧП. Так улица оказалась буквально усыпана реагентами. Заодно заблокированы все канализационные люки. Вот такие моменты. Понимаешь, что не зря ходил в тренажерный зал, потому что с собой штатив, микрофон. Позади тот самый огонь. И нужно успеть опередить участника, чтобы вовремя взять интервью. Взять интервью многие в этот день хотели и у губернатора края Виктора Томенко. Волю Крафика в этот день глава региона оказался в Москве. На выручку пришли современные технологии. Кадры из Барнаула сегодня разлетятся по всему миру. Мы это знали, готовились заранее. Составили маршрут так, чтобы показать и нашу набережную, и речной вокзал, и политеховскую сковородку, наши университеты, памятники архитектуры. После торжеств его вновь поместили в колбу. Следующая точка визита – Новосибирск. Позже настанет время городов Красноярского края, а там уже и самого Красноярска. Пока же, как сказали организаторы, Туринец остался доволен. Жарким алтайским приемом. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.